Американский народ финансово пострадал. Все стало дороже, что напрямую связано с военными действиями на Украине. Но наши руководители не заинтересованы в мире. Министр обороны Ллойд Остин собирается встретиться с главами 50 других стран не для мирных заявлений, а для нового раунда поддержки Украины. По сути, чек без суммы. И деньги идут не из их карманов, они идут из карманов американцев. Также предполагается, что президент Украины Зеленский вскоре выступит перед G20, прося об увеличении военной поддержки. Он не заинтересован в мире, он хочет больше денег для конфликта. А Байден и его администрация подталкивают к такому поведению, по сути, передав руководство нашей внешней политикой Зеленскому, говоря ему, давай, вот тебе открытый чек, мы будем делать то, что захочешь и сколько захочешь. И во всем этом нет никакой подотчетности. Они хотят выжить из американских налогоплательщиков все до копейки. И им наплевать, как Украина, военные подрядчики и ВПК тратят наши деньги. Дуглас МакГрегор, отставной полковник армии США, присоединяется к нам, чтобы поговорить об этом безумии. Дуглас, рада вас видеть. Что скажете? Тулси, вы были предельно точны. Я считаю, министр Остин из последних сил борется против усталости от темы Украины. Правда в том, что европейцы устали от выкидывания денег на это, устали отправлять экипировку в черную дыру. И ему будет тяжело теперь переубедить. И одна из главных причин в том, что генерал Милли, председатель объединенного командования, решил слить свой совет президенту в Нью-Йорк Таймс. И он сказал, что украинцы, вероятно, достигли всего, чего в принципе могли. И теперь им пора бы уже начать переговоры. Но что Милли на самом деле говорит, это что у Украины большие проблемы. У них нет электричества, нет еще какой-либо энергии, нет топлива, растет нехватка еды и воды. И они несут ужасающие потери, более сотни тысяч погибших и сотни тысяч раненых. Ситуация весьма серьезная, и вторая часть послания, вам лучше бы начать переговоры. Так как русские собираются атаковать зимой, что будет катастрофой, направленной на уничтожение украинских вооруженных сил и режима. Итак, с одной стороны администрация говорит, давайте пошлем больше денег на это безнадежное дело, от которого люди уже устали. А с другой, председатель объединенного командования говорит, что ж, игра почти окончена, так что начинайте переговоры. Да уж, Даг, это возмутительно видеть, как всего несколько дней назад администрация Байдена, по сути, сказала Зеленскому, «Эй, просто сделай вид, что готов к переговорам». Потому что если ты публично скажешь, что не готов разговаривать, а мы знаем, что он не готов, то люди будут менее охотно бросать деньги в твою сторону. И любопытно, что мы вообще-то узнали правду, которую они не хотели, чтобы мы узнали. Спасибо огромное, полковник Даг МакГрегор. Всегда приятно поговорить с вами. Конечно, спасибо и вам. Субтитры подогнал «Симон»